Сегодня 40 выпускников многопрофильного лицея сдавали первые единые государственные экзамены. Для них прошел ЕГЭ по выбору, географии и информатики. Все подробности в следующем сюжете. Ребят, проходим, переодеваемся, готовим паспортам без обложек, две ручки. Единый госэкзамен проводится во второй школе. Она вновь стала пунктом проведения ЕГЭ. Первые дисциплины по выбору, география и информатика. На экзамене по географии разрешено пользоваться линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Как и раньше, запрещены мобильные телефоны и другие электронные устройства. Их выпускники оставляют на обходе в образовательное учреждение. В этом году в процедуре проведения ЕГЭ только одно новшество. Все экзаменационные материалы, все бланки распечатываются непосредственно перед участниками в аудиториях. Бланки односторонние, бланки черно-белые. И дети должны помнить о том, что на обратной стороне этих бланков писать нельзя, потому что они просто проверяться не будут. Контроль за проведением ЕГЭ ведут уполномоченные государственные экзаменационные комиссии, руководители пунктов проведения экзамена и аккредитованные общественные наблюдатели. Во время экзамена в аудиториях традиционно ведется видеонаблюдение. Выпускники спокойны и сосредоточены. В ближайшие несколько часов им предстоит вспомнить весь курс по предмету. Продолжительность экзамена по информатике 3 часа 55 минут. На географию отведено ровно 3 часа. Эти предметы не основные. Выпускники выбирали их сами. Справиться с заданиями, по мнению участников ЕГЭ, больших трудностей не вызывает. Важно не нарушить установленный порядок проведения итоговой аттестации. Главное читать задания внимательно, потому что на ЕГЭ часто бывает такая ошибка у ребят, что не прочитали задания правильно, не дочитали где-то вопрос или написали не тот ответ. Ну все говорят не волноваться, но из-за того, что говорят настолько часто, уже волнение как-то само подкрадывается. О результатах экзаменационных работ по информатике и географии можно узнать через сетевой город или через систему результаты ЕГЭ до 14 июня. Впереди еще немало испытаний. Первый обязательный экзамен по математике 118 выпускников города напишут уже в эту пятницу. Эрнест Бавшин, Юлия Сидорюк, Владислав Дроботов, Новости Муравленко.